9.39 в Санкт-Петербурге. Тимофей Зудин, Людмила Ширяева. Добавляем активности нашему эфиру. Здравствуйте, друзья. Тимофей, скажи мне, пожалуйста, практически каждое утро мы будем наших телезрителей, ведем прямой эфир, сидим в этой теплой, уютной студии. Вот не скучно ли тебе? Ведь ты парень. Может быть, тебе какого-то экстрима не хватает в работе, в жизни. Ну, ты знаешь, ты угадала. Да, я тянусь к экстриму, скажем так, зимой ныряю в прорубь. Вот прыгнул с парашютом недавно, а мог бы я это сделать прямо в эфире? Ну, а почему бы нет? Да, можно добавить экстрим. Я как чувствовала. Если вы, как Тимофей, хотите отправиться в какое-то путешествие по экстремальному маршруту, то это можно будет теперь сделать более безопасно. Аттестацию инструкторов, проводников, сопровождающих туристов на сложных маршрутах, передадут профильным спортивным федерациям. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Это позволит сделать их подготовку более качественной, а экстремальные экскурсии безопаснее. Ну, наконец-то. Хочется воскликнуть. Волонтеры нас с тобой не взяли уже по возрастному принципу. Ну, проходим еще нормально. Но обсудим, почему важна вот такая подготовка гидов с нашим гостем в студии Александр Борисович Михайлов, президент Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга. Александр Борисович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, тема на самом деле острая. Я специально сейчас не буду вспоминать трагические случаи. И в горах были, и вот с прыжками с парашютом. Но вот вообще, какую подготовку в целом нужно пройти и самим туристам для того, чтобы в такие экстремальные путешествия отправляться? Очень точный вопрос, потому что мы все думаем, что если мы обратимся к профессиональному проводнику, гиду, он нас вывезет везде и выведет, где надо. Но не нужно забывать, что сам-то турист должен тоже обладать качествами и физическими, и техническими, и специальными, которые будут соответствовать сложности этого маршрута. Какая будет подготовка гидов и какие к ним требования? То есть это, наверное, как минимум профессиональные спортсмены должны быть? Не обязательно. Дело в том, что каждый маршрут соответствует своей категории сложности. Там есть свои опасности, свои препятствия. И, конечно же, если мы идем в поход по тропинке с опытным гидом, и у нас впереди только лишь лесная зона, какие-то небольшие ручейки или болотца, или что-то другое, то нам не обязательно, чтобы это был мастер спорта по альпинизму. Конечно же, мы понимаем, что это разные уровни подготовки, даже этих гидов. И, конечно же, эта подготовка гидов и проводилась, и проводится все это время. Конечно, туристское сообщество, спортивное, постоянно занимается подготовкой своих кадров. Но, а все-таки, если говорить об этих изменениях, про аттестацию я сказала, какие эта сфера претерпела серьезные изменения именно подготовки и переподготовки гидов? Поскольку сейчас очень большой спрос на подобного рода активные маршруты, то количество руководителей, количество гидов возросло многократно. И не каждый, конечно, человек, который побывал в таком путешествии, может сказать, а вот я уже готов, я уже готов быть инструктором-проводником. Конечно, он обучаться должен после этого, но кто же проверит-то его квалификацию? Вот. Если сама туристская фирма это делает, которая его выпускает со своими клиентами, это одна история. Но аттестация отдельная необходима для того, чтобы мы могли избежать ошибок в профессионализме и в действиях этого руководителя группы. То есть теперь вы таких гидов будете как раз аттестовывать, да? Да, таких гидов. Министерство экономического развития приняло решение, что необходимо, чтобы федерации спортивные, федерация альпинизма, спортивного туризма и подводного плавания принимали участие в аттестации таких гидов. Отдельная тема это ЧП, конечно, в нештатной ситуации. Как к ним можно подготовиться? К ним нужно готовиться, как я уже сказал, готовность самого туриста к тому, что ему предстоят те или иные трудности, и они связаны с риском. Но это мы уже обсудили. Какие обязанности гида все-таки? Гид обязан сопровождать. К изменению погоды, например, подготовить. Ага, он должен обладать качествами, эту погоду прогнозировать вперед. Он должен средствами связи обладать, которые подскажут ему изменение погодных условий. То есть это не шаманские какие-то способности, а просто сделать вывод, возможно, будет плохая погода. Мы не идем в горы. Да, обязательно. Если какие-то факторы есть, которые влияют на безопасность, несомненно, такой гид скажет грамотно, ребята, мы сегодня не пойдем, потому что это опасно. И настоит на своем, даже если клиент скажет, а вот я заплатил деньги. Ну вот тут жажда наджива, может быть, кто-то фильм «Эверес» смотрел, когда люди знают, что погода плохая, но они берут деньги и все равно идут. Спасибо сценаристам, обострили. Да, ну подняли такой важный вопрос. А вот смотрите, предупреждение, скажем так, нам, туристам. Вот каким образом мы еще на этапе выбора, там, компанию проводника или, может быть, какого-то индивидуального гида, как мы можем распознать действительно подготовленного профессионального человека, вдруг он какие-то, знаете, покажет выдуманные сертификаты. То есть вот на что обратить нам внимание? В интернете, может быть, где-то можно будет проверить. Да. Существует реестр аттестованных инструкторов-проводников. На сайте Минэкономразвития есть такой реестр. А также реестр аккредитованных туристских фирм, которые имеют право предлагать клиенту именно такие активные маршруты. То есть, в принципе, им можно верить. Да. Надо просто свериться с этим реестром. Какие вопросы гид перед стартом, перед выходом на маршрут должен задать туристу? Да, потому что мы-то лезем на вулкан на Камчатке. А может, мы не готовы еще. А может быть, да. Вот здесь необходимо проверить опыт, который есть у этого туриста. Каким образом? Ну, можно узнать о его предыдущих путешествиях, можно проверить его физическую подготовку. Вот чем отличается спортивный туризм именно от туризма, связанного с профессиональной деятельностью? Тем, что там люди годами готовятся к своим сложным и опасным путешествиям. Да. Спасибо. Очень коротко. Вот если, допустим, случилось что-то, ну, допустим, сломанная нога, может быть, ушиб, то вот кто уже в походе, кто в данном случае компенсирует лечение, может быть, какую-то заботу, еще что-то? Страховая компания. Гид к этому имеет отношение? Ну, не знаю, может быть, он должен настоять, чтобы человек эту страховку оформил? Ну, абсолютно точно. Страховка – это обязательное условие, первое. И второе. Квалифицированный гид-проводник, инструктор-проводник, обладает качествами оказания первой помощи. И он обязан, это его обязанность, оказать первую помощь до прибытия специальных служб. И еще очень коротко, сколько длятся курсы эти? Курсы по обучению могут длиться 250 часов, но сам процедура аттестации, она проходит в течение, ну, пяти дней, условно. Александр Борисович, мы бы с вами поднялись бы на Эльбрус, под вашим, да, руководством. Спасибо. Я думаю, что да, Александр Борисович передел. Александр Борисович Михайлов, президент Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга в нашей студии. Александр Борисович, президент Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга в нашей студии.